здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте вы знаете я как обычно почти каждый день мы употребляем гранаты и сейчас я чищу гранат чтобы сделать из него сок и лекарства но я никогда вам не говорила какое лекарство шикарное я готовлю из граната у меня гранат не бывает такого чтобы я выбросила что-то из граната у меня все идет в дело у меня безотходное производство гранатовая вы знаете я вспоминаю как в детстве я поскольку родилась и выросла 30 километров от ирана и у нас там и гранаты выращивают и инжир и чего только не выращивают сейчас секунду даже фисташки вот и граната в детстве я поела масса и поэтому знаю про гранаты все как что делать что моя бабушка делала как моя мама и соки и постоянно она говорила катя надо чистить кровь и все время нам эти соки давила все детство в гранатами просто обжирались вот потому что а кстати в осенью у нас праздник гранатов летом у нас праздник дыни кстати я знаю в азербайджане тоже праздник гранатов по моему 26 октября азербайджану привет у них тоже гранаты такие же как у нас шикарные шикарные гранаты вот и я вот думаю всегда же ели гранаты с косточкой в детстве мы таскали у нас куча этих гранатов валялась вот так горы горы и мы их ели прямо с косточками и почему-то не было ни у кого аппендицита у меня в семье ни у кого я имею ввиду вот не знаю вот у сына был здесь вот а у нас там не было никогда аппендицита вот интересно да вот это вот хорошо бы если бы ученые изучили эту тему как можно есть с косточками огромное количество граната и не получить и дети вообще у нас в классе я не знаю человека которому резали аппендицит вот так вот такая статистика вот а папе моему удаляли помда папе удаляли аппендицит вспомнила но неважно в общем я удалилась сейчас я вам расскажу что я делаю значит ну я буду делать сок понятно а кроме сока что я ищу во-первых гранат ну гранат он необыкновенный он настолько полезный что не мне вам описывать здесь группы b витамины причем такие четкие например b6 b9 здесь витамин к витамин в огромном количестве витамин c здесь пищевые волокна углеводы там я не знаю здесь медь калий марганец фосфор куча всяких вещей даже йод есть даже йод чего здесь только нет я перечислять все не хочу я скажу вам за одну вещь которую думаю вдруг вы не знаете сейчас я даже напишу на листочке что под рукой есть потому что все происходит в прямом эфире там не год специально я не готовлюсь особо специально нет у меня есть мои книги у меня есть в голове информация у меня есть время и тогда я включаю камеру и рассказываю вот есть такая вещь пуникалагин кто просто вы девочки кто смотрит мои видео и мальчики тоже пони к пуникалагин вот этот пуникалагин вот его следует записать в свою копилочку знаний его тоже научились делать синтетическим путем но нам он не нужен потому что он есть как раз в гранате и так вот в гранате есть вот этот пуникалагин именно вот это вещество она нейтрализует свободные радикалы мне интересно наблюдать видео я смотрю кто болеет раком и я им пытаюсь написать там советы какие-то конечно многие не прислушиваются к советам они идут к врачам например один парень рассуждает про соду и говорит пойду я говорит у онколога спрошу вот что все рассказывают про соду вот я не верю даже не понимая о том что он мог бы себя спасти он каждый день у него на счет и он ничего не делает для того чтобы продлить себе жизнь понимаете только как он питается то как он ездит постоянно к этим врачам которые его уничтожают химия за химией химия за химией и он говорит соду я спрошу я когда это услышала я говорю все правильно еще спроси у директора фармацевтической компании он тебе тоже скажет употреблять соду или нет употреблять имбирь или нет употреблять тебе гранат или нет так вот вот этот пунекологин это вещество оно именно она нейтрализует свободные радикалы именно она повышает антиоксидантный статус и вот он попадает в организм и сразу благотворно влияет в первую очередь на сердце по данным медиков английских медиков статью которых я перевела на канал которых я подписано это канал оксфордского университета на английском языке почему я вам не даю потому что ну и виде рекламы не хочу чтоб мне не говорили что они мне платят да нет мне никто не платит я им плачу потому что это платный канал и захожу к ним для того чтобы узнать для себя лично информацию вообще советую всем врачам подделать есть очень много пусть это будет платный контент но это контент университетов мировых гарварда оксфорда и там делают постоянно какие-то открытия исследования проводят и постоянно публикуют такие статьи уникальные которые вот я советую вам и вот там как раз вот этот пунекологин он очень благотворно влияет на сердце и он еще и как и другие антиоксиданты содержится именно вот в гранате именно в гранате что он делает он укрепляет стенки сосудов и снижает уровень плохого холестерина это препятствует образованию это склеротических бляшек вот так в одном из исследований они больным со стенозом сонной артерии вот запомните этот диагноз может быть врачи меня смотрит стеноз вам понадобится эта информация стеноз сонной артерии вот они исследовали в течение трех лет им предлагалось выпивать по 30 миллилитров всего лишь 30 миллилитров гранатового сока в день короче в результате было выявлено что риск образования атеросклеротических бляшек у участников эксперимента снизился на 30 процентов представляете вот вам гранат пожалуйста также гранат он препятствует развитию артрозов артроз это самое распространенное заболевание суставов кто знает кто страдает и кстати больше десяти процентов населения земли страдает артрозом там воспаление болезненность болезненность движение это все вот нехватка кто не пьет козье молоко кто не употребляет имбирь не делает имбирь терапию которую мы делаем у меня на канале есть полная имбирь терапия как я ее провожу и как я делаю йогурты из козьего молока все есть полностью все вот переходите на такое питание но и конечно же полностью нужно отказаться от картофеля белого хлеба вообще желательно не употреблять на дрожжах ничего дрожжи это грибки это все-таки нехорошая вещь честно вам скажу дрожжи это ерунда полная хотя я сама когда-то так знаете когда вот мне надо что-то бывает но понимаю что пора от них полностью отказываться как и от картошки как и от белой муки как и от в редких случаях я могу использовать муку которую допустим сделала сама вот и получается хорошо и так гранат у меня уходит все все вот корки я не выбрасываю ничего я не выбрасываю я все оставляю вот в гранате много витамина к в том числе в корке и вот он играет конечно значительную роль в обмене веществ в костях и соединительных тканях так что у кого артроз приготовьте вот в частности он участвует в усвоении кальция вот еще раз хочу повторить он участвует в освоении усвоение усваивается кальций бывает что вы кушаете творог кушаете а он не утва не усваивать а если вы выпьете еще через некоторое количество времени вот покушаете творог через некоторые через минут сорок там или до того как за 40 за час до того как будете кушать творог выпейте немножечко гранатового сока и что будет и творог у вас усвоится или сделайте себе йогурт добавьте в кефирчик но естественно этот кефир должен быть козий добавьте в кефирчик крайнем случае корове в крайне гранатовый сок немножечко меда все это изумительная вещь и калий и кальций усвоится и все будет замечательно вот так что западный резервный университет кейза показали что гранат замедляет дим деформацию хрящевых тканей приводящих кости опару артрозу кости артроз и гранатовый сок он богат фито нутриентами которые снимают воспаление и уменьшают припухлости хрящевых тканей поэтому это очень интересный фрукт или скажем ягода которая нам поможет жить и быть здоровыми и быть молодыми и быть красивыми маска из граната это вообще изумительная вещь ну и еще одно советую записать название элла элла как имя элла эллогатонин что такое эллогатонин это такое вещество которое в гранате есть в большом количестве которое препятствует синтезу эстрогена и блокирует рост злокачественных новообразований и вот согласно исследованию опубликованному в журнале американской ассоциации исследований рака регулярное употребление граната в несколько раз снижает риск рака именно молочной железы и ученые изучают также влияние экстракта граната при раке простаты благодаря высокому содержанию антиокислительных антивоспалительных веществ гранатовый сок замедляет рак и рост раковых клеток размножение их вот так вот поэтому есть основания полагать что замедляет развитие легочных онкологий что позволяет более эффективно бороться заболевания так что вы можете себе это записать обязательно естественно повышает иммунитет конечно улучшает пищеварение и ясно что зерна гранат вот масло из зерен гранат улучшает регенерацию клеток эпидермиса не выбрасывайте не спешите выбрасывать зернышки не спешите этого делать я вам говорю что у меня все идет абсолютно все зерна идут не только на масло зерна идут также и на скраб не нужно покупать никакие скрабы ничего этого покупать не нужно все только натуральное использовать у нас еще впереди будет и скраб гранатовый потому что сейчас самое время время то какое посмотрите декабрь середина декабря нам надо чтобы наша кожа наши внутренние органы не чувствовали недостатка витаминах летом мы то 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 перекусим еще куча витамина д потому что солнышко там перехватим тут подхватим особенно кто в летний у кого есть дача вообще замечательно да моя летняя резиденция там просто красота там у меня рядышком еще и помидорный рай поэтому и но нам нужно зимой особо внимательно отнестись к нашему здоровью и к здоровью наших близких значит зачем что мы делаем корки девочки не выбрасываем все мелко нарезаем и сушим оставьте оставьте потому что мало ли что бывает а для чего они нужны я вам скажу во первых для приготовления лекарства вам понадобится настой сухих корок граната прогрейте чашку вот высушите корки у вас будут корки у меня всегда есть запас корок гранатовых я никогда не выбрасываю я мелко режу и сушу бывает что такое такой сочный гранат что я прям на терку тру вот это вот все нам понадобится прогреваем чашку или стакан и положим в нее 10 12 грамм сухих корок это на 200 миллилитров затем наливаем в емкость вот эти 200 миллилитров кипятка накрываем блюдцем или бумагой сложены в четыре слоя и настаиваем корки не меньше чем 30 минут дорогие мои не меньше и вот этот приготовленный водный настой сухих корок граната для лечения таких заболеваний как дизентерия сальмонеллез брюшной тиф даже холера острый аппендицит но это также он излечивает а вот первые симптомы может как бы так значит после настаивания выпивают примерно половину жидкости настой из корок граната процеживать не нужно после этого накройте емкость блюдцем если становится лучше это было бы обычная диарея значит и ничего не грозит а если продолжает болеть то конечно нужно врачу вот если через 10 минут твое самочувствие не улучшилось после того как ты попила или попил то значит у вас или дизентерия или сальмонеллез или брюшной тиф тогда через три часа нужно допить оставшийся водный настой не надо употреблять ни в коем случае никакие аналгины и скрепляющие химические вещества вообще ничего нужно к врачу если инфекционная страшная но сначала посмотрите может быть закрепит тогда все будет хорошо через каждые три часа нужно пить три часа в течение трех часов нужно настаивать и пить настаивать и пить и через пять часов должно наступить выздоровление если у вас расстройство сильно вот даже излечивает язву желудка на небольшая если язвочка язвы кишечника ну а я как профилактику использую такие чаечки я пью периодически очень хорошо от дисбактериоза настой сухих корок граната если после настаивания нужно пить в течение дня выпивать примерно половину водного настроя это 100 миллилитров за четыре приема по чуть-чуть равными порциями и через равные промежутки времени желательно 20 примерно 25 миллилитров до за один прием то есть не стакан по 20 25 миллилитров за четверть стакана не четверть даже меньше 25 миллилитров в общем можно выпить и конечно пить напиток нужно натощак вот такой вот водный настой вы не нужно пить это каждый день нет можно один день себе сделать такую профилактику я как профилактика употребляем вот кстати очень полезная вещь также делают и настойку но это уже ее заливают где-то пол-литровую банку плотно укладывают и сколько поместится водки в корки но корки должны быть не сухие а уже вот сразу вот такой вот в такое сырье вот в такое сырье мелко порубили сколько полная там сколько поместится вот прям плотно и заливайте а потом где-то через нужно недельку через неделю уже немножко посмотреть и может быть даже еще подождать до месяца в темном месте на солнце не надо дальше через марлечку все это и вылите вот вам вместо йода антисептик прекрасный поэтому ранки если где-то порезались или еще что-то то это лучше чем йод здесь йода достаточно вот в чем суть такого лекарства то что мы кипятком заливаем в чем суть суть в что нам нужны симбионты зачем они нам нужны внизу я сделаю ссылочку симбионты зачем нам нужны симбионты там все подробно и вот суть лечения как раз вот в этом состоит что во всем желудочно-кишечном тракте постоянно подавляются все болезнетворные бактерии и места их расположения успешно колонизирует здоровые необходимые для человека бактерии вот благодаря вот этим коркам мы можем себе вырастить правильную среду тема те бактерии которые нам нужны вот это один из вариантов а другой вариант внизу будет ссылочка посмотрите сейчас каждый день заботьтесь о своих родных и близких и делайте им каждое утро сок только делайте сок натуральный из граната сейчас самое время употреблять гранаты хурму будьте благословенны вы и ваши близкие будьте здоровы пусть бог дает вам мудрости и здоровье в преизбытке а я вас всех люблю пока пока